Доброе утро всем, ребят! Хорошее мягкое утро такое. Не холодно и не жарко. Проверил груз. PTI. Сделал предрипт инспекшн. Все на месте. Никуда ничего не делось. Проверил груз. Напоминаю, что стоим в Коннектикуде. На границе с Нью-Йорком. И сейчас время открывается и валим дальше. Мне еще два с половиной часа ехать. До разгрузки. Люди спешат. Кто на работу, кто сработает. Жизнь идет. Люди рождаются. Люди умирают. Такова жизнь. Ну, а мы не будем унывать. И что вам удавалось. И что вам удавалось. Еще все впереди. Напоминаю, что работаю с Саней. Саней тоже блогер. Тракер в USA. СНП Экспресс. В этой компании не унывают. Если кто идет тщательный отбор. Если кто попадает в эту компанию. Те обычно остаются довольны. Унывают. И не унывают. Хартфорд, друзья. Проезжаем Хартфорд, Конерика. 84-я дорога. Утро. На улице прохладно. 57 Фаренгейт. Градусов, наверное, 12. Сори за грязное стекло. Еще на тракстапе не был. Не мыл. На обратном пути помоем. Уъезжаем в тоннель. Ахм. Ахм. Сперва света. Ахм. Внутри. Еще на тракте. Внутри. Ахм. Какая-то? Нет. Перемь. То нет. То есть ухажена. Ахм. считал считал играть не те плиты привез то количество что я говорю ну а я то что вот в общем ладно будем разгружаться побыстрее на все это дело но все разгрузили обед я выехал думаю пока груз ищет соляночка нормально чуть-чуть мазика добавил и сметанка есть захотелось майонеза свеколка у нас тут с майонезом наверное и с черносливом хлебушек все как полагается в обед хлебова нормально сейчас подкрепимся и я думаю санчес нас что нам что-то найдет какой-то груз и будем двигаться как горит известный наш блогер дядя паша дорога любит сильных а сильные должны кушать все приятного аппетита едем на трак стаб без груза пустые груза нет спустился по 95 до сейчас здесь тейка будет посмотрим ушли пару грузов разгружали меня долго такая ситуация сложилась сразу не взяли и груз ушел прождали и все отсюда сложно уехать с бостона вот с этой эре со всей новой англии нет ничего нифига и все и едем сейчас на тейку и сегодня уже пол четвертого уже ничего не будет скорее всего у меня и время четыре часа осталось в общем вот такие пироги на сегодняшний день и ладно что есть то есть едем по коннектику то 95 дорога девяносто пятка сейчас встанем на трак стаб в душ сходим заправим трака и все сейчас опять завтра если выезжать опять будет не люблю я когда допустим поздно выезжаешь и ты соответственно поздно останавливаешься тебе надо ехать я люблю рано утром выезжать но завтра из печера только к 8 приходит пока груз это 9-10 к обеду в лучшем случае загрузишься и поедешь куда-то куда не знаю посмотрим скорее всего какой-то мичиган будет может быть или ноис что-то туда вот вот такие дела ребят вот так вот смотрите подъехал парковаться и по зеркалам мне уже казалось как будто бы я уже уперся в него тут еще места куча вот сейчас примерно вот берем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять шагов раз берем вот эту штучку вот берем вот эту штучку и отмеряем вот допустим взяли вот так вот по этому порогу вот линия и отсюда раз два три четыре пять шесть семь восемь девять не будем вот на восьмом вот эта штучка должна оказаться здесь вот вот задняя отпустим окно и смотрим в зеркало в зеркало да мы до д как об Идем проверяем. Идем проверяем. Технология. Ну, чуть-чуть не доехали. Вот, смотрите. Сколько здесь. Вот, фу-то как раз. Вот что я промерял. Вот такая хитрость. Ну, хитрая. Ну, а мы все, парканулись. Путейки. Тут уже 3-4 час время. Уже места почти все заняты. Это у нас платные места. Они в последнюю очередь забиваются. Уже ближе к вечеру, ночи. Вот у нас красавчик такой. Петруха. 389-й. Такой трейлер у него. Это мувинг, скорее всего. Перевозка висей. Ну, перевозка. Люди, когда переезжают. Ну, у компаний бывает. Многие. Такие трейлеры юзают. В общем-то, все. Доброе утро, ребят. Ну, все. Нашли загрузку. Время у нас 10.06. Трогаемся на Брюстер, Нью-Йорк. Ехать нам полтора часа. Поедем на Норс-Каролайну. Все, валим. Повезем, скорее всего, доски какие-то. Выехали на 84-ку. Вот это сейчас идет в гору. Это правая полоса за двумя штрихами. Это специально для тех, кто гружен и медленно поднимается. Слово вилки. Виколса. Кипрайт. Это вот самое. Держитесь правее. Медленные. Ну, не только фуры, а вообще все, что медленные. Может, и легковая тоже держитесь правее. Не мешайте ехать тем, кто слева. Что там происходит. Понятно. Не хотят ехать совсем. Просто вот написано keep right. Они вот не хотят держаться правее. не настолько правее держат, насколько нужно. Может, кто-то и правил не знает. Знаков. Все, ребят, грузимся на загрузочки. Все. Вот такие кирпичики. Стрепы. Корнур протекторы сейчас кидаем. Затягиваем. Все, я в путь. Некогда снимать. Надо торопиться. Все, ребят, загрузились. Валим. Плитку везем. Все, накинули стрепы. Ехать нам, короче, 820 миль. 12 часов 41 минута дороги чистой будет. Сегодня нам осталось драйвинга 9 часов, грубо говоря. Вот, и... Где-то... Получается... Завтра должны... 1.21, может быть, к часу приедем, может быть. Посмотрим, как пойдет время. А так все хорошо, быстро. Загрузка произошла. Без лишних вопросов. Все хорошо. Катимся. Это у нас штат Нью-Йорк. Красивый штат. Сначала нашли вроде как груз на... Груз на Баффало. Это Нью-Йорк, где Ниагарский водопад туда. Потом что-то переиграли. И вот все-таки идем на Норс-Каролайну. Это Северная Каролина. Вот такие моменты. Спускаемся, Шуша закладывает. Спускаемся на горном тормозе. И... Ну, не удерживает машину груженную. Чуть набирает скорость. Но я не притормаживаю, потому что у нас и сзади никого нет. И то, что сейчас вот идет плоская... Ну, прямая дорога. То есть он сам сбавит, сколько ему надо. Ничего такого. Превышение. Немножко... Было пессенджер-карс сонный. Перестроимся. Вьюн. Дерево оживает, как будто бы. Ну, вот вчера получился конфуз у нас, конечно. Груз не взяли. Его забрали. И все. И остались без загрузки на один день в трубу. Улетел у нас. То густо, то пусто называется. Сори, ребят, за грязное стекло. Тут и уже... И... Виды кончились. Спускаемся по 84-й. Скоро у нас будет... Штат Пенсильвания, вроде бы. Должен быть. Нашли груз крутой мне. Очень хороший. Хороший щи вообще настолько, что... Даже отбил бы он этот пропуск, что мы в чародине стоял. Ну, походу, я не успеваю. Такие моменты, короче. Продолжаем движение. Продолжаем движение. Пенсильвания. Пристегните ремни. Пристегните ремни. Это безопасно. Напрямую зависит безопасность вашей жизни от пристегнутых ремней. Просто кликни его, и все. В общем... Такие красоты. Пенсильванские. Красиво так тут. Вот преимущество то, что Вольво слабое. И плетемся 45 в гору сейчас. Зато успеваешь все рассмотреть вокруг, пока едешь. Угруженные 20 тонн. Вот в гору до 35 миль в час опустилось. Да-да, 45, I'm sorry. Это у нас 70 километров в час. И все, и успеваешь рассмотреть какие-то красоты. Да. Ниже 45 положено включать аварийку. Чтобы люди видели, что ты медленно едешь. Пенсильвания. 81-я дорога. Дождик у нас пришел с района Чикаго. Что-то оттуда. 83 по Фаренгейту. Это где-то у нас где-то 30 градусов жары на улице. Вот такие дела. Хотя и дождь начинается. Посмотрим. Едем. Валим, ребят. Хотел показать. Сейчас дождь шел. Снимать было не особо. После дождя вот так вот я вот сейчас держу камеру на уровне глаз. И мне не видно вот маленькость на капоте, которое зеркало. За счет вот того, что дворник не вычищает вот эту часть. И это проблема. До этого стояли дворники. Они чуть больше были. Видимо, 20 какой там. 25-26, наверное. Инчей. Сама длина. И оно как-то получше. Чуть-чуть вычищало. А здесь вообще оно как бы полностью закрывает. Вот это не продумка в Ольве, конечно. Вот я уже еду, думаю, поводок надо укорачивать. Саму вот эту часть. Вот. Вот эта штамповка. И вот эта тонкая выходит. Как ее назвать? Тонкий арм этот. Вот эта тонкая часть, на чем шланг держится. Вот ее надо укорачивать. Чтобы он вычищал вот эту часть. И подлиннее ставить дворник, чтобы он вот в потолок не упирался. Вот он вычищает там. Не в потолок, а в резинку. Вычищает там, где не надо. Там, в принципе, сверху. И датчики всегда, и козырек. И как бы там вообще вычищать нафиг не надо. Вот реальная проблема. Это вот этот треугольник. Что он вот досюда не доходит. Вот до конца. Вот этот треугольник не счищает вот на эту сторону. И получается постоянно потеки. Если чуть где-то констракшн. Вот эта грязь, она вот здесь начинает стекать. По стеклу. Вот это надо тоже с поводками мудрить. Там удлинять, чтобы у этого ход был больше. Чтобы он вот сюда аж забегал у того дворника. У правого. И мудрить. Вот так вот бывает. И не додумывается инженеры Вольво вот до такого. Элементарно. Это сейчас, ладно, здесь. Так, она прозрачная. Можно, в принципе, с горем пополам увидеть, машина есть или нет в мертвой зоне. Через вот этот вот мокрый сектор. А если его грязью зимой, грязью или зимой там снегом забьет, то все. Это зеркало не видно. В принципе, если я поднимусь на сидение, что это будет под потолком. Я как бы, ну, я так не люблю ездить высоко, больно. Мне уже неудобно ехать, но я тогда увижу зеркало. И уже не надо будет ничего мудрить. Останется вот эта проблема. То есть, вот такие проблемки. И стекла тут засираются, тоже мне не нравится. Тоже проблемка. Пропустил машинку красную маленькую клопа. Испугался, бедолага. Не пропускает его. Вот, стекла пачкаются. Вроде там отводы какие-то. Резинка есть просто, но с нее, в смысле, отвода вообще нет никакого. То есть, если сделать какую-то трубочку или отвод, вот со стекла сгоняется, и там такой вот желоб. То есть, вода поднята потоком, поджимается в этот желоб, и никуда не уходит. Он переполняется, и начинает все это брызгать вот на стекло. И стекло вот засирается. Вот таким образом. Вот отсюда и сверху. Вот. Тоже как бы такая себе продумка. Моя дружище говорит, тоже на волю, говорит, не засирается. Я говорю, как не засирается? Вообще невозможно ездить. Вот еще... Это что-то меня подбило. Так, о проблемах воли. Ну, собственно, и адаптивный круиз тут тоже. Плохой. Откровенно говоря. И вот эти обтекатели, которые вот тот черный на зеркале. Вот он идет вот так вот по стойке. Тоже непонятно, для чего он, как бы, для аэродинамики, наверное, закрывает острые углы стойки там или что. Но когда боковой ветер, это пипец. Это свист просто, нон-стоп. Просто... Либо правый, либо левый, смотря откуда ветер. Тоже вот, как бы, такая проблема. Ну, вот. Ну, и плюс еще... Плюс, какой плюс? Что могу сказать про вот engine brake в состоянии... Ну, в режиме автоматическом. То есть, он под горочку сбавляет. Ну, в смысле, вообще передачи выключает, скидывает. То есть, экономит топливо. На остальных такого нет. На... Я имею в виду, вот, на Кенвордах, на Петербилдах. На фредлайнерах. И все. В остальном уже я не могу сравнить ни с кем другим. Ни с чем другим. Потому что не работал такое длительное. Ну, на Кеше катался. Месяц. Ну, не месяц, три недели там. На стажировке и все на это. Как бы... Сложно делать выводы. Короче, что-то у меня потянуло. Ну, вот так, что было в голове, то и сказал. Собственно. PlayStation через полторы мили. Сбавим скорость. Пошли на обгон. Пойдем, а вдруг открытый. Не получится. Так что придется вырезать его, чтобы заехать. Сейчас должна быть сайн моргающий. Ну, сайн это вот эта вот вывеска. Это сайн. Стоп сайн. Это знак стоп. Паркинг сайн. Confirmed suites. Это тоже типа сайн. Это рестерия вейстейшн. Вот. All trucks and buses must enter вейстейшн. When flashing. Флэшинга нет, значит, она закрыта. Вейстейшн закрыта. Что продолжаем движение. Едем мы по 81-й дороге. Пенсильвания. Осталось нам 603 мили. Драйвинга 5 часов и 50 минут. На улице 76 по Фаренгейту. Это у нас формула простая. Это получается 76. От 76 нужно отнять 30 и разделить на 2. Получите Цельсий. Это формула работы. После нуля. То есть, допустим, 0 по Цельсию это там 30 по Фаренгейту. Там уже 20 по Фаренгейту. Это уже такая формула не работает. Там уже по-другому. То есть, минус 30 по Фаренгейту и минус 30 по Цельсию. Это почти одна и та же температура. Там немного отличается. Вот такая схема. Все, Катя. Сейчас что-то будет, ребят. Гром и молния. Сила и честь. Синево все впереди. Так, знаете, этими идет. Местами. Тучки зайдут. Прямо сильно так прольет. Потом хоба. И спокойно. Даже солнце светит. Сейчас едем. Вестерджиния у нас. Вот такие моменты. Уорг-зона. Вен флешинг. Типа, когда мигает, тогда 50 по. Вот даже скорость показывает. И вот здесь уже не маркает. И что думать. Непонятно. Ну, рабочих явно нет уже. Стрелы завраты. Двигателя заглушены. А, ну, время 6.35, конечно. Если бы они работали в две смены. Наверное, с шести утра, с четырех. Ох, и сейчас ударит, видимо. Ой-ой-ой. В эпицентр ядер. Эпицентр циклона. Продолжение следует... Все, пошел потихонечку. Ух ты, ветки полетели, ребят. Ого. Походу, сейчас застанем что-то. Ой, ой, ой. Тракт так резко дернуло в сторону потоком ветра. Ух ты, нифига себе. Что-то заехали. Дворники, скучки. Порывы очень сильные. Велком в Вирджиния. Ха-ха-ха! У нас 3 часа еще драйвинга. Кто-то выезжает. На что он не надеется? Ой-ой-ой-ой-ой! Включим аварийку, чтобы, если что, у нас получше было видно. Это вообще ужас. Скорость 35, набираем потихоньку. Так. Да, ребят, вообще ничего не видно. Ноль. Просто. Это ливняра. Непонятно. Вообще. Капец. Надеюсь, у меня там задница. Никто не шарахнет. Примерно под такой ливень я попадал во Флориде. На мотоцикле только. Там был слой сантиметров пять на асфальте воды. Просто вот. И нифига не видно было. Но делать было не то, что без вариантов надо было ехать. по-моему, что я оставался под мостом стоять. Там можно было оглохнуть. А тучки зависали там реально чуть ли не на полдня. И вот из этой тучки мне надо было выскочить Вот я так и выскакивал Чувак чуть с обочинами съехал Может чё, вихар О, мотоциклист Вот такая у меня ситуация была Подмост встал И всё, и стоял Ну, благо чё, дождь был тёплый Пофигу После этого у меня айфон вток Колонка С музыкой Всё поздыхало Так, я хочу тоже перестроиться Подожди, не знаю Есть ли там кто у меня Вроде нет Вот это за шквар Вид PM ВЗР 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 МВЗР МВЗР Давненько я такого ливня не встречал. Ого, прям здесь где-то. Ладно, будем рулить. Все, ребят, выскочили из тучки. Уже успели заехать на Вайстейшн, на весовую. Взвесились, загнали нас, померили. Померили наш вес. Взвесили. Ну вот, валим. Вирджиния. Красиво тут. У нас именно на западе, западная вершина. Восточный там только пляж. Все, все потом так. Там на мотоцикле ездил. Лесоповал. Люди там древесину добывают. Солнце после дождя. Вот так травка блестит. Деревья. Как будто утро напоминает иногда роса. Мои метры показывают братья. И экране правой полосы. Ребята же, ну и после душа пришел. Время же полночь. Короче, вот. Парканулся. Парканулся здесь. Поехался. Мест не было бесплатно. Тут вот с краешку приютился. Пока ходил в душ, конус поставили. Чтобы рядом никто не забарковался больше. Вот. Немножко из графика выбился. Не люблю ночные такие поездки. С паркингом вечно проблема. Ну, уже поздно все приезжаешь. Особенно, когда здесь большой тракт-стап, все можно туда припкнуться. А вот, где поменьше, уже проблематично. Ну, все. На сегодня все. Будем отдыхать.